Наша страна огромна и многообразна, поэтому в каждом регионе, в каждой области есть свои уникальные особенности для отдыха. А, что-то как-то грустно об этом говоришь. Это же гордость для нас. Об интересных туристических маршрутах в пределах России мы сегодня поговорим с начальником отдела развития туризма, Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Ирина Грязунова. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, смотрите, многие россияне до сих пор не знают, что делать с летним отдыхом, потому что высокий курс доллара и евро всех поставил в тупик. Ну, вообще, как себя чувствует туристический бизнес сейчас? В ожидании. Во-первых, мы ждем скидок от операторов, которые занимаются выездным туризмом. Затем мы ждем, конечно же, второе ожидание – это поток туристов, которые будут отдыхать в пределах России. То есть путешествовать в города, путешествовать в своем регионе. То есть вот такие вот планы. Но новые маршруты, они появляются или сейчас как-то все наоборот? Нет, наши предприятия поняли, что это время их. Я не скажу, что вот действительно это сейчас пик, когда будет развиваться внутренний туризм. Но это дополнительная ниша, которую могут реализовывать наши предприятия. Предлагать новые продукты, создавать новые маршруты, делать какие-то новые бонусные системы. Поэтому сейчас то время, которое действительно работает. Ну, вот одним из популярных направлений станет Крым. А вот когда начнется там сезон? И вот будут ли какие-то, может быть, скидки для тюменцев? В принципе, Крым это тот регион, в который можно приехать и зимой, и летом, и весной, и осенью. Если, например, взять Черноморский район, то там великолепный воздух, который нет аналога ни в другом регионе России. Поэтому туда можно приезжать и зимой просто оздоровиться. И летом, например, приехать уже с детишками, отдохнуть там в санаториях, либо в базах отдыха. И уже провести весело, интересное время. Разные программы, это необходимо прорабатывать все-таки с операторами. Но я знаю, что по линии соцполитики обязательно Крыму будет уделяться. Вы знаете, у меня почему-то Крым больше ассоциируется с таким, больше с семейным отдыхом. А если, вот хочется экстрима. Эмоции хочется. Вот куда за эмоциями? За эмоциями. Лучше не уезжать, лучше оставаться у нас, потому что у нас большое количество предложений, причем для разных туристов, для любителей экстремального отдыха, и для паломнических туров, и для семейного отдыха. Для этого у нас существует портал Туресурсов Тюменской области, где есть специальные вкладки для тех, кто любит спокойный отдых, релакс-отдых, либо это, например, какой-то любит поинтереснее, по-зажигательнее, по-экстремальней. То есть портал Туресурсов Тюменской области, он для всех желающих, можно заходить, смотреть, изучать и выбирать свои направления. Вот недавно в интернете появилась информация, что стоимость туров на внутренние направления подорожает от 9 до 15%. Это действительно так? И на все ли направления? Либо это в отдельном каком-то регионе, области? Абсолютно не согласна с этим суждением. Подорожание может быть, но это только у тех операторов, кто прибегает к услугам аренды транспорта. Но это мы, как считали, от 3 до 10%, и то не у всех. То есть это настолько незначительная будет разница, что нам, как туристам, ее почувствовать не настолько будет ощутимо. Вот с 9 по 12 апреля у нас есть информация, в Чумене состоится туристская выставка «Туризм, спорт, отдых». Интересно, что же мероприятие будет? Мероприятие действительно интересное, оно уже проходит не в первый год. В этом году мы решили подключиться к организации и уделить внимание деловой программе, чтобы было интересно, например, операторам, агентствам, базам отдыха и так далее. Плюс мы ждем с большим нетерпением гости к нам делегацию из Республики Крым. Это те самые турпредприятия и органы исполнительной власти, которые, в принципе, занимаются развитием туризма. И у всех желающих будет возможность прийти на выставку, посетить и узнать о том, как же съездить в Крым, что же увидеть, что же посетить. В определенные часы будут проходить дни открытых дверей Крыма. Это с 9 и 10 числа в 12.00 дня, поэтому сам министр по курортам и туризму Крыма, Ёрченко Елена Анатольевна, она расскажет о том, чем же достопримечательен их регион. Плюс, пользуясь моментом, скажу, что на выставке также будет представлен очень большой потенциал нашей Тюменской области. Также будут стенды от Департамента культуры и Департамента инвестиционной политики. Мы также представим нашу работу, будут раздаваться бесплатно путеводители по Тюменской области. Показывается сувенирная продукция и будет проводиться очень много конкурсов. Ну вот в рамках выставки будет еще проходить детский конкурс. Что это за конкурс? И все ли желающие наши тюменские ребятишки могут в нем участвовать? Обязательно. То есть, во-первых, хочу сказать, что вход на выставку будет абсолютно бесплатный для всех желающих. Можно будет прийти и ознакомиться со здравницами, причем не только нашего региона, но и соседних регионов. То есть здравницы, гостиницы, базы отдыха, турпредприятийные, туроператоры, турагентства, о которых мы уже сегодня с вами говорили. И конкурс, он у нас как раз направлен на то, чтобы детишки смогли не только посмотреть, но еще и воссоздать, что они увидели, что же их впечатлило. Потому что, как говорится, устами детей молвит истина. Вот хочется посмотреть, что они увидели для себя на этой выставке. Тем более будет очень большой интерактив. Так, подскажу немножко. От предприятий, от иных участников будут конкурсы, викторины. И вот в конце мы как раз хотим, чтобы детишки смогли нарисовать свое ощущение, как они себе видят туризм. И вот как раз в последний день, в воскресенье, мы подведем итоги. И, конечно, самым интересным работам мы вручим приз. И, как всегда у нас по традиции, это будет связано с отдыхом в нашем регионе. Ну что, Андрей, пойдем? Я боюсь, мы немножко уже давно вышли из статуса детей, поэтому мы понаблюдаем со стороны. Спасибо огромное. Спасибо огромное. До свидания. Напомним, у нас в гостях была начальник отдела развития туризма департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Ирина Грязнова.